Еще одна приятная новость. До конца года в Минске будут проходить акции «Искусство сохранять». Так она называется. Каждую пятницу в четыре минских музея можно будет прийти и полюбоваться экспонатами бесплатно. А вот мой коллега Денис Дуденский считает, что экспонаты лучше носить с собой даже на эфир, чтобы все показать зрителям. Денис Дуденский. Как выбрать правильно, хорошую, настоящую африканскую маску? Когда вы приходите на африканский рынок, вы видите в огромном количестве, в большом ассортименте, вот, например, такую красоту. Красивые, лакированные, расписные, недорогие маски, которые, в принципе, можно купить буквально за копейки. Но поверьте, это так называемый новодел, который, ну, ровным счетом никакого интереса не представляет. Смотрите, совершенно ровные линии, совершенно деревянная структура. И, в принципе, никакой ценности, ни художественной, ни исторической эта маска не представляет. Ее можно повесить, ну, разве что на даче в санузле. Просто кусок дерева. А метод определения настоящей маски я назвал именем своего друга и товарища по путешествиям, именем Яна Карпова. Итак, метод Яна Карпова. Прежде всего, когда вы берете в руки маску для того, чтобы определить, действительно ли это обрядовая маска, действительно ли племена и народы Африки применяли ее в деле, посмотрите сбоку, вы видите, что на этой маске есть дырочки. То есть, действительно, эту маску надевали на лицо. Здесь обустраивали завязки и вот таким образом маска крепилась на лице. То есть, уже сразу понятно, что эту маску использовали по назначению. Далее. Самый важный момент. Что нужно сделать с маской? Маску нужно понюхать. Все обряды, все традиции, практически все обряды и все традиции у африканских народов происходят около костра, около открытого огня. Соответственно, маска пропитывается дымом и запах дыма очень долго держится вот в таком дереве. Эти маски, действительно, пахнут дымом, возможно, сыростью, потому что хранятся на открытом пространстве. Далее. Следующий момент. Часто люди задают вопрос, ну вот, если есть такая маска, считают, что она не настоящая, потому что глаза расположены очень широко, и если надеть ее на лицо, то глаза человека не попадают в эти прорези. Это неправда. В основном все африканские маски надевают не на лицо, хотя есть так называемые лицевые маски, а на лоб. Вот так маски крепятся. Для того, чтобы человек, который носит эту маску, который в данный момент исполняет тот или иной обрядовый танец, мог видеть и объект взаимодействия, и видеть, куда он наступает, чтобы не наступать на угли у костра, чтобы на насекомых ноги кому-нибудь не отдавить. И вот так вот исполняется танец. Поэтому пусть вас не смучает, если в африканских масках глаза, рот расположены не совсем анатомично. Ну и, наконец, самый главный вопрос. Как определить, злая эта маска или добрая? Ведь очень часто африканские люди вырезают такие маски и внутрь маски выговаривают все плохое, что у них наболело на душе, либо какую-то болезнь, либо какую-то проблему. Как не купить такую маску? Ну, во-первых, надо сказать, что такие маски делаются без прорезей, без отверстий, для того, чтобы зло, которое попадает в эту маску, там же в этой маске и оставалось. Во-вторых, эти маски, заговоренные, скажем так, на злого духа, они сразу же сжигаются. Ни одно племя, ни один шаман, ни один человек даже в Африке не будет держать у себя дома маску, в которую бросили что-то злое. Ну, и в-третьих, если вы попали на африканский рынок, то попросите продавца примерить эту маску на себя. Поверьте, если в этой маске что-то злое, ни один местный продавец не то что к лицу не поднесет эту маску, а даже в руки не возьмет. Так что покупайте красивые, интересные африканские маски, стоит это недорого. Вот, например, эта маска стоила около 20 долларов, это около 25 долларов, ну и, в конце концов, тоже интересное вложение. Например, на интернет-аукционах по несколько тысяч такие маски стоят. Хороших вам интересных путешествий. Ой, это очень интересно и даже заманчиво. Денис, ну скажи, пожалуйста, значит, есть ли вот та маска, которая ничего не стоит, разукрашенная, деревянная, она есть злая, потому что там нет прорезей? Это, нет, дырочки здесь какие-то есть, но это тот самый новодел, который неинтересен, это можно повесить в качестве просто украшения какого-то или топить печку. Ну интересно, запомнить просто и главное, да, все здорово. Нюхать, нюхать надо маски и смотреть на дырочки. Ну и прорези понятные, продавец не наденет, это точно тоже ясно. Это был блог Дениса Додинского об Африке, а сейчас Женя Кудин расскажет о том, если вдруг вы оказались в чудесном городе Прага, на что обратить внимание? Женя составил свой рейтинг.